Вау! Вау! Хо-хоу! База Венома! Привет, бро! Меня зовут Поззи и добро пожаловать в Веном Тайкон! Этот режим у нас от создателя Тайкон Ютуберов. Этот чувак сделал новый режим, называется он Веном Тайкон, или же Веном, я не знаю как правильно. Но, в общем-то, сегодня мы вместе с тобой будем делать из себя Венома. Или же создадим Венома, я пока что без понятия. Но вот эта штука выглядит достаточно эффектно, вот эти вот спецэффектики. О, да, улыбка Венома, выглядит очень классно. Нажимаем с тобой на кнопочку и накапливаем потихонечку свой кэш. Мы, кстати, поставили свой первый дроппер и пока что спавнятся какие-то обычные белые блоки. Возможно, это белый симбиот, я не знаю, что я сейчас сказал, но да, это как-то так странно выглядит. Сейчас мы с тобой накопим 100 кэша и купим себе свой первый дроппер. Кстати, здесь добавился донатик, то есть теперь можно донатить и за робоксы покупать себе кэш. И этот режим достаточно странно работает, очень странно. О, божечки мой, как же ты лагаешь, дружище. Ладно, давай мы с тобой соберем свой кэш и построим первый дроппер. Надеюсь, лагать теперь больше не будет. О, возле меня какой-то Танос стоит. О, я купил первый дроппер. А вот он, кстати, он тоже лагает, он просто космически лагает. Смотри, голова в голове спавнится. А, нет, вот вроде как всё починилось. Небольшие лаги, они везде случаются, поэтому это простительно, особенно для начинающего разработчика тайкончиков и мини-игр в роблоксе. Итак, мы с тобой должны нафармить 700 кэша и после того, как мы с тобой нафармим 700 кэша... Да ё-моё, дружище, я понимаю, что ты мой подписчик, но не стоит, не стоит этого делать. Мне нужно нажимать на кнопку. Либо ты помогаешь, либо ты не помогаешь. А он не хочет помогать. Ну и ладно. Здесь, кстати, появился донатик BuyX2Cash за 350 робоксов. Давай мы с тобой купим эту штуку. Будем в два раза быстрее накапливать кэш. Тем более мы поддержим начинающего разработчика. И, по идее, мой кэш должен накапливаться в два раза быстрее, если я не ошибаюсь. Давай мы с тобой быстро понажимаем на эту кнопочку. Ну, вроде как, что-то быстрее прибавляется, хотя, возможно, я ошибаюсь. Давай-ка мы с тобой ещё раз нажмём на эту штуку BuyX2Cash. Ээээ... И... да, я купил X2Cash. Теперь он работает, по идее. Если я не ошибаюсь, я случайно два раза купил X2Cash. Ну-ка, 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 давай-ка мы с тобой это проверим. Да, серьёзно, мы с тобой два раза купили X2Cash. У меня робоксов почти не осталось. О, окей, ладно, с кем не бывает. Мы с тобой накопили 652 монеточки. Вот теперь мой подписчик Танос мне помогает. Вместе с ним строим свою базу. А дробер номер два покупаемого. Что он будет спавнить? Здесь он тоже, наверное, голову будет спавнить какую-то, да, тоже самую головушку. Кстати, выглядит достаточно крипово. Это какая-то маска Венома. Хотя не особо похоже на Венома, потому что... Ну, я не знаю, это же не каска. Это же... это же даже не шлем. Веном это симбиот. Это вирус, который живёт в твоём теле. Поэтому должно выглядеть как вирус. О, а это кто у нас? Кстати, только сейчас заметил, что сборник кэш у нас стоит на огромном Веноме. Вау! Ничего себе! Там что, Альберт, что ли, внутри? Ха-ха! Там Альберт внутри! Да ладно? Альберт! Ты что там делаешь? Я вижу лицо Альберта! Ха-ха-ха! Окей! И тем временем у нас накопилось ещё 600 кэша. Нам помогли наши подписчички. Давай-ка мы с тобой купим следующий дроппер. Он будет стоить 2000. Так, ладно, я буду помогать ему. Я тоже буду нажимать на эту кнопку. Всё-таки, как-никак, это моя база, а не база моего подписчика. Поэтому работать я должен сам. Прогресс уже виден. За 5 минут мы немного прокачали свою базу. Как бы это не столь хардкорный Тайкон, как был предыдущий у этого же разработчика. Не такой сложный, так сказать. И также он здесь оставил донат пожертвования. Они вот там на спавне находятся. Поэтому, если что, вы можете подойти. И если вам сильно понравится Тайкон, задонатить ему. Не знаю, зачем я его так рекламирую. Но просто мне понравилось, как он сделал предыдущий Тайкон. Только и всего. И покупаем с тобой третий дроппер. Так, ну ты у меня тоже, что ли, голову будешь спавнить, да? На, тоже голову спавнит. Ну да ладно, окей. Теперь у нас кэш сам уже потихонечку собирается. До четвертого дроппера осталось не так уж и много. О-о-о, там кто-то нажимает. А, ладно, я тоже буду нажимать. Вдвоем сильнее и мощнее. А что у нас там в дропперах находится? А вот как раз таки в дропперах у нас симбиот. Видишь, он похож на человека, но как бы это не человек. Это Веном. Тысячу долларов мы с тобой нафармили. Фуууу. Да, это сложно. Ладно. Я куплю 10 тысяч кэша. Посмотрим, как работает его донат-система. И она работает. Реально? Ничего себе. Прибавились. Ха-ха-ха. А, я помню, что в предыдущих тайконах, которые мы с тобой снимали, когда ты нажимал покупку кэша, тебе кэш не приходил на счет. Это было странно, ты понимаешь? Ты покупаешь, донатишь, тратишь свои робоксы, а тебе не приходит кэш. И здесь все замечательно приходит. Проверен на позе, ставлю свой лайк. Давай построим четвертый дроппер. И это у нас уже Веном, ничего себе. Вау. И он тоже спавнит голову. Кстати, это летающий такой дроппер. Это уже сам Веном помогает нам строить базу. Давай мы на него запрыгнем. Эх. А, о-о, получилось. Ничего себе. Я оседлал Венома. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Ха-ха. Бу-гагашеньки-гага. Четыре тысячи накопилось. А, апгрейдер будет стоить шесть с половиной тысяч. Окей, покупаем апгрейдер. Это какой-то адский апгрейдер. Ничего себе. Он выглядит просто безумно. Безумный апгрейдер. Такой адский. Так, ну и теперь нам нужно купить лестницу. Или же базу. Я не знаю, что первее купить. Старты бэйс. Окей, начнем постройку своей базы. Стоп, мы находимся в голове. Мы находимся в черепе. Вау, вот эта коробочка такая нехиленькая. Но есть свои баги. Например, мы ходим с тобой в языке, а не на языке. Вау, вау, хо-хо-хоу. База Венома. Так, собираем с тобой еще две тысячи долларов. Нам нужно их с тобой собрать. И теперь будем покупать с тобой дополнительные апгрейды, которые мы должны были купить. А стерс, это лестница на второй этаж. А второго этажа у меня пока что нету. Но база, видимо, будет просто капец какой огромной. Давай мы купим с тобой картинки. Ну, картинки обычные PNG-шки из интернета. Но мне кажется, они здесь очень даже кстати. За это я опять же могу только похвалить. Так, 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 так. Две тысячи долларов. Две тысячи долларов у нас есть. Что мы можем купить на эти две тысячи? Да ничего мы не можем с тобой купить. Кстати, опять три тысячи накопилось. Как так быстро-то, а? Как вы это делаете? Это типа вот с одной такой штуки нам добавляется по тысяче или? Я не знаю. Так, пять тысяч. Нам нужно с тобой купить двери. А, лазеры. Не, ну лазеры здесь точно не в тему. Они выглядят достаточно странно, эти лазеры. Ну-ка, давай-ка мы с тобой посмотрим. Да. Ну, выглядит это как-то странновато. Я бы сделал какие-нибудь зубы огромные. Или какие-нибудь ворота, которые закрываются. Ну, по крайней мере, я так себе вижу этот тайкон. Так, соберем с тобой четыре тысячи. Чувак помогает кликать нам. Давай мы напишем ему спасибо. Спасибо! У нас есть три тысячи еще в запасе. Ладно, давай мы их с тобой снимем. За эти деньги мы с тобой купим себе хук. Почему бы и нет? Давай-ка мы с тобой воспользуемся хуком. И попробуем залезть вон на то дерево. Эти деревья, эти островки не дают мне покоя. Давай-ка мы на них с тобой залезем. Зацепимся хуком. Нет, не получилось. Нужно очень аккуратно. Получилось! И мы забираемся с тобой на этот остров. И что у нас на этом островочке? На этом островочке у нас какие-то капсулы. Это, видимо, те самые капсулы, откуда сбежал сам веном. И это что? Это просто какой-то гейзер. Тут есть еще какие-то фиолетовые островочки. Нужно их тоже зачекать. Может быть, в них есть что-то необычное. Эти контейнеры никак не открываются. Тут ничего не достать. Ладно, давай пойдем с тобой дальше. Стреляю ниже, цепляюсь за дерево. Не получилось. Вот так вот. Зацеплюсь за дерево. Замечательно. Получилось. Я Человек-паук! Ааа! Ну, на этом островочке тоже ничего нет. Здесь какие-то маленькие мини-деревья, типа, растут. Видимо, они нам тоже не особо нужны. Интересно, тут есть какие-нибудь пасхалки? Может быть, какой-нибудь остров? Нет, вроде ничего такого нету. А что это здесь у нас написано? Рип. Какая-то рука. И опять же вот эти контейнеры. А в них летают летучие мышки? Или что это? Это, наверное, маленький ведом. Они, возможно, взяли за основу карту кладбища. Я хотел бы к Альберту залезть. Вон там он, Альберт. Что-то держит в руках. За него тоже какой-то остров есть. Ладно. Давай мы посмотрим, сколько у нас на базе кэша накопилось. Я думаю, у нас накопилось предостаточно. Десять тысяч. Нам хватит сейчас на постройку второго этажа. Как раз-таки разменяем наш кэшик. И купим второй этаж. By Twent Floor. Second Floor. Окей. И у нас еще остается небольшой запасик. Это шесть тысяч. Сейчас подкопится немного. И мы с тобой купим себе Spider Sword. Меч. Чтобы посражаться с нашими подписчичками. Так, ладно. Давай-ка мы к Веному залезем. О-о-о. Зацепиться не получилось. Наверное, на языке есть какой-нибудь проход. Возможно, я ошибаюсь. Да, е-мое. Ладно, буду брать ниже. Стреляю. О, зацепился. Замечательно. Альберт. Ну что ты? Что ты делаешь, Альберт? Почему ты Веном? С обратной стороны ничего нету. На спине у него огромный паук. Точнее, скорпион. Я не знаю, что это такое на самом-то деле. Всегда задавался вопросом. А в руке у него какая-то заточка, что ли? Я не знаю. Нет, вроде это не заточка. Интересно, а в него можно залезть? Нет, нельзя залезть. Нельзя залезть в Альберта. Ну почему, Альберт? Я хотел залезть в костюм. Возвращаемся на базу. Блин, этот хук очень странно работает. Он тебя как бы в воздух тянет. О-о-о. Ну вот куда я полез? Нет, все хорошо. Все хорошо. Мы обратно вернулись на базу. На месте разработчика я бы добавил пару пасхальных яиц каких-нибудь в этот режим. Ну что ж, покупаем меч Спайдермена. Ничего себе! Этот меч у меня был в предыдущем тайкончике. Помните, я его держал над дропером? Такой фиолетовый огромный. Правда, этот еще больше. Да, и, наверное, им классно отбиваться. Давай-ка мы с тобой купим освещение. О, вот это совершенно другое дело. Теперь наша база стала светлее намного. Вон там паучки ползают беленькие. Так, ладно, понажимаем с тобой на эту кнопочку. Немного себе поможем. Давай-давай-давай-давай-давай. Кликаем-кликаем-кликаем. Все, понажимали и хватит. Все, я устал, понимаете? Устал. Давай поднимемся на второй этаж. Посмотрим, сколько у нас там платформ нам необходимо приобрести. Тут у нас, видимо, будет второй конвейер. И Веном Сворд, Веном Меч, продается за 100 тысяч. Морф 1 за 8 тысяч. Я бы купил себе морф какой-нибудь. Потому что морф, это, скорее всего, перевоплощение как раз-таки в этого Венома. Венома. Веном, 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 Веном. Ох, ребята, как же долго я ломаю голову над этим. Никогда не задавайтесь такими сложными вопросами. Вот вупсень или пупсень, как ты думаешь? Я думаю вупсень, потому что вупсень сильнее пупсеня. У вупсеня бицухи есть. Итак, поднимаемся сюда и покупаем нашего морфа. И это у нас Веном. Стоп, он какой-то странный. Ну-ка, как работает здесь перевоплощение? Давай мы с тобой посмотрим. О, Майнкрафт! Есть! Оооо, хо-хо-хо-хо. Это какой-то очень необычный облик Венома. Ничего себе. Ну, теперь я злой. Теперь я готов разрушать. Пойдём с тобой сражаться. Танос, беги. А, это не Танос. Это какой-то другой чувак. Этот меч как-то слабо атакует. Точнее, он вообще никого не убивает. Ахаха. Этот троллинг, да? Я понял, этот троллинг. Это декорация. Ясно, понятно. Декорации просто на ура. А ты кто? Ты ниндзя Веном? Нет, ты не Веном. Ты просто ниндзя в чёрном. Окей. Ладно, ладно. Проходите ко мне на базу. Заходите в гости. Давайте, давайте, давайте. Давай, давай, давай. Опа, лазеры! Ага, затроллил. Нет, не затроллил. Ну, давайте, давайте. Пробегайте. Это игра в Лимбо. Ха-ха. Так, тут у меня уже 6 тысяч. Ладно, соберу этот кэш. И я бы купил ещё какого-нибудь морфа. Второго морфа, например. Посмотреть, как выглядит второй облик Венома. Обличие, точнее. И стоит он тоже 8 тысяч долларов. Как же быстро копится кэш, когда я не смотрю на него. То есть, вот когда ты так всматриваешься, ты понимаешь, что очень медленно копится. Но когда ты возвращаешься обратно, у тебя база уже 3 тысяч накопилась. Вот как так? Вообще без понятия. Видимо, нужно находиться на базе, чтобы быстрее накапливалось. Морф номер 2 и... Ну, это уже классический скин Венома. Хочу в него перевоплотиться. Перевоплощение! Майнкрафт! Не, это мне уже намного больше нравится. Человек-паук. Человек-паук. Ха-ха-ха. Ладно. Ну что ж, на этом наша первая серия по Тайкану Венома подходит к концу. Если тебе понравился этот ролик, то липи свой лайк. Подписывайся на мой канал, если ты ещё не подписан. И до встречи с тобой в следующей части. Адьёс! БЛАДЕЙМ!